Николай Захаров был капитаном команды, которая в 96-м году по новому маршруту поднялась на вершину высшей точки планеты, Эверест. Вот Петька потяпал дальше. Уникальность этой экспедиции еще и в том, что сборная из 14 человек полностью состояла из альпинистов Красноярского края. Двое из них – Петр Кузнецов и Александр Бекасов из Железногорска. Петр первым ушел из штурмового лагеря на вершину Эвереста и первым зашел на нее. Поднимался быстро, поэтому ему пришлось ждать на вершине Валерия Каханова и Григория Семиколенова. Зайдя наверх, именно вот в этот раз у меня не было каких-то ощущений радости какой-то бой. Но зашел и зашел. Я уже потом осознал это внизу, что все-таки сделали дело и что я был там, именно я был. И еще мои товарищи, которые после меня уже зашли. Вот, тогда уже было ощущение. Потом уже и даже, может быть, немножко вольности, то, что я первый зашел. Эверест-96 оказался крайне опасной экспедицией, вспоминает ее руководитель Сергей Баякин. Лишь по счастливой случайности наши ребята избежали урагана, который привел к массовой гибели альпинистов на южном склоне горы. Мы приняли решение спуститься, отдохнуть. И вот в это время, когда спустились, как раз прошел ураган, который унес 11 жизней за одну ночь на той высоте, с которой спустились наши ребята. Через два дня после возвращения с Эвереста Петр встретил свою любовь на всю жизнь. С Аленой познакомился на столбах. Как-то она попала в больницу с ожогом ноги. Травма оказалась настолько серьезной, что ступню могли ампутировать. Петр сразу примчался к ней, а после выписки перевез к себе домой. Так началась их совместная жизнь. И хотя экспедиции длились по полгода, ультиматума, либо горы, либо семья, Алена не ставила. Потому что как можно, живя с человеком, не уважать его хобби? Когда зачем тогда мы живем? Он всегда говорил, что вот мы живем с тобой, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь, не надо ее перемешивать. Я сначала обижалась даже как-то, а потом только стала понимать, на самом деле, вот это неправильно. Имея совместных детей, финансы, еще что-то, ну и как-то надо уважать хобби и интересы другого. Он о семье всегда думал. Для него, несмотря на то, что он выдающийся альпинист, много достиг в альпинизме, но у него семья была всегда на первом месте, и он о детях всегда заботился. Любимым блюдом Петра была жареная картошка, говорит Алена. А вот тушенку на дух не переносил. Виной тому альпинистский рацион, сплошь состоящий из консервов. Золотые руки всегда спокойны, скажет, как отрежет. Своим примером он воспитывал детей. Сына Алешу и Ксюшу, дочь Алены от первого брака. Я воспитываю его характером, но он скажет, конечно, мало не покажется. Все понимали, тон его, и слова настолько резкие были, и доходили до детей, как-то у нас не было там визгов, писков, и сказал, все, понял. Когда повиняюсь в чем-то, ну это редко бывало, он ставил себя в угол. И чтобы выйти из угла, как бы, нужно было к нему подойти, как-то извиниться, какие-то слова сказать. Ну, я всегда стоял подолгу, очень долго. Там, где был Петр, всегда звучала музыка. Под гитару он исполнял бардовские песни. Музыка была везде, от семейных праздников до Эвереста. Ну, он так выглядел очень строго и мужественно, при этом, конечно, тонкая натура была. А он пел песни такие нежные, про любовь хорошие. Вот. Ну, шуточные больше. Ну, под этой шуткой открывалось ему серьезное отношение вообще в жизни. Ну, единственное, что на высотных восхождениях, высотных экспедициях, у него была единственная особенность, у него голос пропадал. Ну, в базовом лагере отпевал с чаем и отрабатывал потом вдвойне. Он умел и любил фотографировать. Практически все семейные фото сделаны Петром. Больше всего любил снимать лица людей. Любил снимать крупным планом и людей любил. Вот черты лица. Много же говорят черты лица о характере человека. И вот у него сколько со всех экспедиций, он всегда снимал крупно. В 2001 год для российского альпинизма и лично для Петра Кузнецова был особым. Наши спортсмены совершили восхождение на последний непокоренный восьмитысячник земли – Лхотзе Среднюю. Третий высотный лагерь на Лхотзе альпинисты установили на высоте 7400. Но после нескольких дней работы из-за постоянной нехватки кислорода вынуждены были спуститься в базовый лагерь, восстановить силы. Работали один этап. Еще один этап. Со второго до третьего лагеря отработали, потом еще раз сходили, переночевали там. Тяжело, скажем так, потому что коммунитизация у нас, скажем так, не очень, мягко сказать, хорошая. Еще один. Ты посмотри на него. Господи-то боже мой. Наконец-то мы дома. После отдыха восхождение продолжилось. Впереди каторжная работа, которая продлится не один день. И вот предвершинная башня. Самый сложный этап восхождения. Несмотря на порывы сильного ветра, альпинисты продолжают идти к вершине, до которой, казалось бы, всего ничего – 50 метров. 23 мая в 3 часа дня высота взята. Первой на вершину поднялась четверка альпинистов. Петр Кузнецов, Сергей Тимофеев, Евгений Виноградский и Алексей Болотов. Спустя день свои следы на вершине оставили альпинисты из второй штурмовой группы. Железногорский поэт Михаил Мельниченко сразу после успешной экспедиции написал стихотворение, посвященное Петру. Оно нигде не публиковалось. Стихи звучат впервые. Говорили, что в 20 веке все уже открыли человеки. И на 21 век приберег вершину человек. Почему-то лход за средняя, из вершин была последняя. Человеком не пройденная и никем не покоренная. Мы горды, что Петя наш взял ее на бардаш. Там его нога стояла вместе с парнем из Урала. Покорил ее впервой. Он теперь у нас герой. И уже вершин не стало, где нога людская не бывала.